Вот работаю имамом в мечети. Часто приходят к нам две категории людей. Одна категория – это молодые ребята, которые, аль-хамдул-ля, молятся, постятся, ведут правильный образ жизни, аль-хамдул-ля. Их родители думают, что они стали какие-то фанатами, религиозными фанатами и так далее. Зачем? И приходят дети и плачут, и говорят, папа, мама меня из дома выгнал, папа со мной не хочет общаться, мама со мной не хочет общаться. Почему? Потому что я читаю намаз, потому что я держу пост. И тогда я думаю, subhanallah, ну понятно, что каждый отец, каждая мама желает для своего ребенка только блага. Какое может быть тут оправдание? Может быть они по телевизору там плохо что-то о религии увидели и так далее, не познакомились сами с Аллахом, не знают, что такое Аллах, не знают, кто такой Аллах, не знают, что такое Ислам, не знают, что такое Коран. И они судят, думают, что вот их сын там сейчас начал молиться, он старомодный, он и так далее там, он оставил сейчас в университет или еще что-то там. Вот эти родители, subhanallah, мне жалко таких родителей. И хотелось бы обратиться к этим родителям и сказать, благодарите Аллаху, subhanahu wa ta'ala, то, что ваши дети поклоняются Аллаху, subhanahu wa ta'ala, то, что ваши дети, иншаллах, помилуйся Аллаха, могут быть заступниками за вас в судный день, то, что ваши дети, alhamdulillah, может быть это ваш ключик к краю, то, что ваши дети, alhamdulillah, сегодня не наркоманят, ваши дети не алкоголики, которые на улице распивают. Их не надо вам бояться за них искать, они там где-то ночью на дискотеках и так далее, чем занимаются, где-то там собираются в местах, там наркотики принимают. Alhamdulillah, ваши дети поклоняются Аллаху, subhanahu wa ta'ala, на прямом пути, на религии Аллаха, subhanahu wa ta'ala, которая распространяет мир. Вы хотели бы, чтобы ваши дети сегодня были наркоманами? Вы хотели, чтобы ваши дети не были в обществе, в кругу, в том кругу, где возвеличивается Аллах? Вы хотели, чтобы ваши дети лучше, пускай он будет модным, ходит по дискотекам, делает прелюбодеяние, и чтобы о нем отзывались. Так и о вас же, о родителях. Хочется докричаться до таких родителей. Проснитесь, проснитесь, завтра вы ляжете в могилу. Аллах будет спрашивать с каждым из нас. Первое, за что он из нас просит, аня с саля, за нашу молитву, за наши намазы, за нашу молитву. Ваши дети, alhamdulillah, за вас дуа делают. И вторая категория, когда приходят родители и плачут. То, что наши дети, я не могу свою дочку найти, она там, опять же ко мне приходили, там где-то собираются, наркотики принимают, вот распивают алкоголь, некрасивый образ жизни ведет. Вот эта девочка будущая мама, которая будет своих детей воспитывать, а сейчас она там с парнями гуляет и так далее. Или парни, астаху Аллах, которые там мужчины нашей уммы, которые должна быть гордость нашей уммы, ходят там, субханаллах, харамными вещами занимаются, наркотики принимают. Слабые, они показывают, что они стильные, в грудь себе бьют, но однако они слабые, подчинили свои на всю шайтану, поддались. Которые распивают алкоголь, которые с деньгами делают и так далее. И к чему я это все веду, уважаемые братья и сестры? Валлахи, если у кого нету ревности за религию и любви по отношению к своим братьям и сестрам, мы должны желать то, что желаем себе и всем остальным. Счастье, истинное счастье в поклонении Аллаху. Счастье и истинное в поклонении Аллаху. Нету боли счастья этого. Из-за этой дуни красоты дозволено, аль-хамдуля, вы и мы видели много что. Но однако, от чего наполняется радостью сердце, когда ты можешь возвеличиваться Аллаху. И тем самым, вот это твое поклонение не противоречит твоей этой жизни. Ты так же учишься, так же работаешь, зарабатываешь, там на семью тратишься, ну и с халяльного, из правильного. Поэтому хотелось бы привести историю. Когда учился в Саудии, наш шейх Мухаммад, шейх Мухаммад Али Арифи рассказывал историю. Когда посещал тюрьмы с дааватом, чтобы делать даават, призыв, зашел, то есть проходил, и были зензаны, то есть такие тюрьмы, где человек по одному сидят, камера по одному человеку. И говорит, я спросил у начальника тюрьмы, кто здесь. Здесь те, которым кисас, смертная казнь. И увидел одного, один в 18-19 лет, молодой парнишка, сидит в этой, кому кисас, кому смертная казнь. И когда он меня увидел, ассаламу алейкум, шейх Мухаммад, то есть так он меня поприветствовал, ассаламу алейкум, шейх Мухаммад, как и видно в его общении, то что этот парень не такой хулиган, но в нем что-то есть из-за религиозного, любовь к ученому, любовь к религии. И когда я спросил у начальника тюрьмы, спросил, за что его посадили? Ему смертная казнь? Да, ему смертная казнь. За что ему? И он рассказал его историю и плакал. Пусть эта история будет примером, это живая история, примером для родителей, для детей. Этот мальчик был богобоязнен. Ходил в мечеть, поклонялся Аллаху Субхану Ва Та Аля. Также он в университете параллельно учился. У него было общество, братья, которые вокруг него, которые дружили ради Аллаха. Знаете, в чем разница дружить ради Аллаха и не ради Аллаха? Когда человек ради Аллаха дружит, он твой преданный брат. Он тебе желает добра. А не ради Аллаха построена дружба, ради чего-то. То есть, ты сегодня ему нужен, завтра у тебя денег нет, ты ему не нужен. Он от тебя что-то хочет, а у тебя этого нет, он тебе не позвонит. Звонит, когда только ему что-то надо. А ради Аллаха это другое, это совсем другое. То, кто это прочувствовал в своем сердце и у кого есть вот этот братство, он знает, о чем я сейчас говорю. Это великая милость. И, говорит, они вместе ходили, молились. И вот этот парень, его отец уже рассказывает историю начальнику тюрьмы. И начальник тюрьмы пересказывает шейху Мухаммеда Арифи. Этот парень был самый такой, как бы, усердный среди всех этого джамаата. То есть, он всегда, аль-хамду-ля, больше Курана читал, больше Курана изучал, повторял, азан иногда давал в мечеть. Иногда, когда имам не смог приезжать, ему звонил, сегодня проведи намаз там в нашей мечети. аль-хамду-ля, такой. Отец, то есть, разные, опять же, ас-саби'а к муш-сава, то есть, наши пальцы не все одинаковые, на руках пальцы разные. аль-арду ла ту-каддису ахада, земля никого не делает святым. Если человек думает, если я буду жить в Мекке, я буду более бэкбазь, нет, есть люди в Мекке, встречал я людей, которые ни разу хач не делали, которые в Аль-Харам, работают рядом с Аль-Харамом, имам в мечети проводит намаз, люди с востока-запада, со всех уголков мира приезжают, чтобы один намаз, чтобы сто тысяч саваба за один намаз взять, люди, которые бывают, аль-хамду-ля, таких меньше, но бывают, которые даже не заходят на намаз. И вот этот вот его отец, у него вот как бы, он смотрит, то что сын какой-то, ну, не модный что ли. И подошел к сыну, говорит, слушай, ты, говорит, посмотри на себя, приведи себя в порядок. Вот эти волоски, имеют в виду борода, он еще там был, молодой был, в то время 17-16 лет, волоски, которые тебе разу сбрей, поменяй одежду, короткую одежду у тебя, то есть один длинный там, и поменяй друзей, кто с тобой вокруг тебя ходит там, у вас что там, мечеть ходит, и так далее, там займись, я хочу, чтобы ты когда выретешь, чтобы стал там, как вот у некоторых родителей сейчас тоже говорят, то есть грамотным, а ведь Астагфурла думает, что ислам или религия, Аллах, знание Аллаха, это дело человека неграмотного, у них такое понимание, потому что они сами не познали это, в сердце им не проникло. И он как мог говорить, нет, папа, я не смогу это, аль-хамду-ля, я выбрал путь, Аллах меня наставил, аль-хамду-ля, то есть хотя отец, наоборот, он должен был побуждать своего ребенка, молиться. И в один прекрасный момент отец привез ключи от Тойоты Камри и повесил вот так вот на двери, говорит, но даже, если можно подумать, что и взрослый человек, если ему новую машину подарит, у кого-то может соблазновать, а это что, 17-летний юноша, он говорит, хочешь эту машину, сбрей, я тебе сказал, вот эти волоски, поменяй друзей, поменяй одежду, то есть нормальный образ жизни веди, то есть там и будь нормальным мужчиной в его понимании. Он думал долго это и потом все-таки поддался этому, юношу поддался этому, ездил на машине, по ночам выезжал. Обычно, когда человек меняет образ жизни, общение людей тоже меняется, коллектив, которым он. И уже другие стали друзья, они подъезжали ночью с музыкой, громко музыка в машине, курить начали, вместе там и намазы пропускать. Все братья его звали, он говорит, да, да, я потом созванил с ним, попозже меня не ждите. И мама уже не отвечала на телефон. И в один момент они поехали, выехали в пустыню, взяли с собой алкоголь. Почему в пустыне? Потому что в Саудии нигде не продается, где-то они как-то нашли, и чтобы их никто из полицейских не поймал, в пустыню выехали. Начали пить и курить. И друг его, который новый друг, так скажем, в кавычках, когда опьянел, начал приставать к этому другу. И этот, защищая себя, взял нож и прянул его и убил. За это смертная казнь, если человек убил человека предметом в шариате, или смертная, это опять же, у нас нету самосуда, если в государстве такой закон есть, касательно шариата, как в Саудии, или смертная казнь, или должен за него выкуп платить, если родственники будут согласны, или они должны простить. его родственники этого убитого ребенка сказали, нет, только смертная казнь. И начальник тюрьмы говорит, через неделю ему будут рубить голову. Валлахи, говорит, шейх, отец его заходит, когда его навещать последние дни, представляете, понимая, что ребенку скоро будет смертная казнь. отец говорит, не могу я, захожу вот так вот, чтобы посмотреть в глаза сыну, в глаза не могу посмотреть, опускаю голову. И говорит начальнику тюрьмы, говорит, я, говорит, понимая то, что я не одного человека убил, а я двоих убил. То есть мой сын стал причиной, то есть по моей причине убил одного, и его тоже сейчас казнят. Я не могу это себе простить. И когда, говорит, поднял глаза и посмотрел в глаза сыну, увидел, как его глаза слезятся и говорят, почему ты, за что ты так со мной, отец? Почему ты так со мной поступил, папа? И он говорит начальнику тюрьмы, я вижу, как его прошлые друзья, которые были, они сейчас, кто-то из них, мой сын лучший из них был, эти кто-то из них, альхамдуллиллах, там имамом стал, один муазином стал, и так же они работают, альхамдуллиллах, и так же у них дела идут хорошо из Дунья. Они, машало, праведники, искренние братья, то есть друг друга не ставят, а эти друзья даже не пришли, говорит, к нему навещать. И самое интересное, знаете, что потом человек рассказывал, я созвонился, когда с начальником тюрьмы, когда уже его казнили и похоронили, отец рассказывает, пришли, говорит, хранить его, и пришли старые друзья, праведники, которые дружили с ним ради Аллаха, похоронить его. Говорит, новые друзья, которые, джагили вот эти, которые собирались на греховное, никто не пришел из них, а пришли, когда узнали о его смерти, старые друзья, и все разошлись, даже родственники, после того, как похоронили. А вот эти братья, которые с ним дружили ради Аллаха, остались после того, как похоронили и делали дуа за него. Аллаху магфир ляху вассабит. Аллах, прости его и укрепи его. Вот это братство ради Аллаха. Вот это дружба ради Аллаха. Поэтому, если видите, опять же говорю по общению, по общаясь, когда в мечети вижу с разными людьми, встречаясь с родителями, с их детьми, с детьми тоже. Родители, будьте бдительны по отношению к своим детям. Самое счастье, это когда в Аллахе ваши дети в поклонении Аллаху. Самое счастье, аль-хамду-ль-самое великое счастье. Это то, что принесет вам пользу в этой жизни вечной. Аль-хамду-ли-Ллях. И, сожалеть не будет о чем потом, только, аль-хамду-ли-Ллях, радоваться. И, опять же, если видите, в большинстве случаев, если ваши дети в чем-то поменялись в подростковом возрасте, то посмотрите на то, с кем они общаются, какой их круг общения. В основном, все, большинство, что зависит от круга общения. Если круг общения грешники и собираются на харамном, то нужно менять круг общения. Нужно об этом позаботиться. А менять это, знаете, как не палкой своих детей бить, не ремнем, а он должен понять, должен полюбить. Полюбить Аллаха, полюбить религию Аллаха, субхану-ли-Лляху, тогда изменится, иншаллах. Поминайте Всевышний Аллаху, субхану-ли-Лляху. Извините за Италию, извините, что сегодня долго так затянулся у нас эфир. Обычно мы короче, аль-хамду-ли-Лля, делали. Я прошу Аллаха, субхану-ли-Лляху, чтобы дал нам баракат, благодать из того, что мы с вами слышали. Я прошу Всевышний Аллах, чтобы укрепил нас на этой религии. Аль-хамду-ли-Лляху, мы с вами счастливые люди, в Аллахе, то, что мы верующие, то, что мы мусульмане, аль-хамду-ли-Лляху.